Всех приветствую, друзья! Я надеюсь, это будет последняя моя серия, потому что реально я очень-очень устал гоняться за врагом. Враг силен, толпа свора мало, толпа толпа орда, он как-то разделяет свои войска. Да, с одной стороны, я очень не против воевать Кленси тоже, но с другой стороны, я понимаю, что, увы, наверное, не объединив все свои армии, победы мне не добиться. Так что я оставляю в замке большую их часть и отправляюсь в Ас-Ваяси. Ну а прыгать и гоняться, это у нас Форест Гленн, туда мы сейчас и портанемся. У врага, я так понимаю, остался последний замок, из которого он и берет сейчас войска. Ну а у нас, у нас все замки, все остальные, мы так и переиграли красиво противника. Так, ну я оставляю за собой возможность убить врага. Двор кентавров. Я понимаю, что можно строить утесы драконов, но у нас в этом замке к найму доступно очень много войск, которых я хотел бы привести своей главной героине вот сюда. Выпустили мы противника из так называемого ошейника, в котором мы его держали. Разбили при этом две армии вражеские, которые бегали и пытались отбить крепости и замки. Сейчас будем собирать армии нежити. Ну и врага, я думаю, я могу убить. Прощай, дружище. Побежден. В честном бою. Все, передаем ход дальше. Куда отправится враг? Он возвращается назад. Кленс, естественно, заберет назад все постройки. И я знаю, куда он может пойти. Он может пойти нанимать драконов. Сейчас нам дадут войска. Немного, но и такой прибавки мы можем быть рады. Надо накопить столько войск, чтобы при желании даже... Интересно поинтересоваться, что здесь элементали. Да, это мы смотрели уже. Все улучшили в этом замке. Ладно, передаем ход дальше. Вот как враг хитро поступил. Он выловил место с моим большим войском и решил на него напасть. Но сейчас есть у врага один недостаток. У него очень мало очков магии. Можно попытаться его на этом словить. И мы бежим. И к тому же, он еще и... Ну, правда, чтобы его словить, нужно каким-то образом... 35 урона. 40 урона. Нужно каким-то образом его догнать. А он бегает очень быстро. 50 урона. Вот это, наверное, самый эффективный способ. Что-то с ним предпринять. Я ждать не буду. Я попытаюсь сейчас убиться как можно быстрее. При этом забрав с собой как можно больше вражеских бойцов. Давай, давай, замок. Уничтожай. Немножко привидений. Будет, конечно же, воскрешать. Таким путем он себе восстанавливает свою былую мощь. Нельзя этого допустить. Ни в коем случае. Идем на защиту темного замка. А где наша главная героиня? Здесь она. Это какой шестой день? Нанял моего героя? Хорошо. Итак, давайте попробуем уничтожить тот его замок, в который мы еще не ходили. Не уничтожить, а захватить. Ладно, ждем. А кем можем относим войска? Это у нас 44 тысячи. Хорошо, купим. Привет, дружище. Я знаю. Стая группа, стая, стая группа. Где ты от меня скрываешься? И я знаю, что нужно сделать, чтобы с тобой раз и навсегда покончить. Хотя в то же самое время мы изрядно рискуем. А рискуем тем, что он может напасть на наши замки и попробовать опять создать такую ситуацию, когда нам тяжело будет обороняться. Ведь он получил доступ к своим скакалкам. И может опять скакать. Так, а нам надо вот сюда. Сюда, где мы прокачаем и к лэнси. Враг идет вот сюда. Сколько у нас? 59 тысяч. Надо не дать ему нанять ни единого воина здесь. Так сказать, встретить его достойно. Тактика выжженной земли. А ну, а ну. Распустим. Этих 49, конечно же. И этих 46. Да. Тактика выжженной земли. Уходит. Куда ты? Злобоглаз. Численность злобоглазов увеличилась. Ну, к лэнси, бери силу магии. Восемь, пятнадцать. При этом никаких чар. Это, наверное, самые сильные войска врага. Так что их нужно уничтожать в первую очередь. Вторые по силе. Никакой магии. Дадим возможность. Ага, нет, не дадим возможности. Замечательно. Личем выстрелить. Мало, а внутри нас не ждет никто. Я надеюсь, я уничтожу твой капитолий, дружище. И тебе придется строить новый. Что здесь? Цепная молния, берсерк и жертвоприношение. Это уже поинтересней. Причем, можно нанять героя будет. Еще есть какой-то портал. У нас четырнадцать тысяч. Но войска я не нанимаю. У нас немного героев. Я, в принципе, могу здесь нанять героя. Вопрос в том, что этот герой увидит и что он мне покажет. Куда мы пойдем? Пойдем отнимать последний замок. Ага. Смотрите, как хитро. Вот гад. Допустим. А вот это вот этот самый большой упырь. Сражение, с которым я так боюсь. Все разделил. Все разделил, что мог. И уходить нам нельзя. Тысяча орда, толпа, толпа орда. Ну что, попробуем провести это невероятное сражение с врагом. Замедление. Которое хорошо замедляет. Ударим вражеских драконов. Уменьшим максимальное количество вражеских личей. О, теперь хорошо бьет. Теперь он бьет хорошо. Ой, 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 ой. Уполовинил буквально. Что же я сейчас буду делать? Дендроиды. Могут задержать. Но какой ценой? Лучше идите, друзья, вперед. Тридцать шесть. Добьем этих стреляк. Нам не нужно ускорение. Нам, пожалуй, понадобится... Все дружественные отряды будут отвечать на две дополнительные атаки в каждом раунде. Можно воскресить. Можно ударить по нежити. А можно 1350 единиц урона нанести. И уже начинать работать с вот этими вот ребятами. Какой и так опасный. Шестерых. Они ответили. И теперь можно их добивать. 146. Ну, допустим. Отлично. Это просто-просто хороший удар. А им надо наших гномов бить. Почему-то перемещают вампиров. Пытаются заставить не стрелять наших эльфов. Понимают, что в них наша сила. Продолжаем уменьшать. Сколько их 11 осталось? Давайте добьем личий. Добьем личий. 254. 65. 19. Допустим. Помним, что мы бьем единорогов. Единорогами точнее. Этих ребят. Эх, но они все еще очень сильные. Нам сейчас главное и вампирчиков тоже приостановить. Ой-ой-ой, как они восстанавливаются жестко. 10, 3, 12. Держите. Давайте будем пытаться добить. Раз они уже не ответят. 130. Эльфы. Это, наверное... Ага, корни заволокли. Не могут ничего делать. Замечательно. Замечательно. 85. 103 опять. 124. Ох, еще 510 этих им дали ускорение. Они будут добивать. Силен враг. Силен, но... Мы тоже не слабенькие. 410. 27, 16, 13, 11, 9. Почти добили вампиров. Сейчас еще этих добьем. А вампиров уже все добили. Молодцы. 322. Ну, теперь мы понимаем, кем мы будем действовать. И против кого? 247. Кто у нас? Единороги. Давайте. Личи. Будем убивать. Один... Сколько? Одиннадцать. Одиннадцать. Ну, допустим. Эх. Добили этих. Теперь главное вот этих вот. Привязать к себе. Чтобы они не могли двинуться. И враг сбегает, нанеся нам такие колоссальные потери. Понеся самому такие колоссальные потери. Все. Трус. 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 И, конечно же, постарается нанять себя в замке. Который мы, конечно же, благоразумненько попробуем перехватить. Что ж. Нам нужно было найти плащ. И сейчас его поисками мы займемся. Двадцать тысяч у нас есть. Друзья, вы чувствуете, это был сложный бой, но это была победа. Победа с нашей стороны, конечно, не такая красивая, как хотелось бы. Но факт в том, что враг дрогнул. И он теперь чувствует, что он не в состоянии сопротивляться нам. Мало, орда, мало. Нет, дружище. Пятьсот двадцать опыта. Сейчас мы будем прокачивать нашего Clancy. Как я его уже не обзывал, только своей компанией. Ага, денег нет. Много султанов. Нам даже не важно, скольких мы потеряем. Нам главное, сколько опыта получим, чтобы Clancy вошел в следующую игру. Ну, не таким слабеньким, каким он был раньше. Ого, ну это самоубийство, конечно, их лупить. Троечка, одного убили. Попробуем закрыть эльфов. И прицарапать их к нашим энтам. Ну, они сразу пронюхали, кто здесь самый хороший боец. Троечка. Двоечка. И закроем подход. И делайте, что хотите. Атакуйте, кого хотите. Мне не страшно. Потому что эльфы все равно зарешают. У вас шестеро. А сейчас будет только половина того, что есть. Плюс я еще ударю. Один, два. Две тысячи опыта и это победа. Двенадцатый уровень рейнджер. Что ты можешь взять? Так, а где же плащ найти нам? И будет ли этот бой последним? Таким, что я не успею прокачать своего Клэнси. Нет, этот бой не последний. Где-то еще есть места, до которых можно добраться. И давайте мы будем добираться до них. А, враг не умер. Вот в чем дело. Клэнси, у тебя есть шанс. Я начинаю догадываться, куда ему надо идти. Нет, не сюда. Это точно. Допустим. Так, в силу врага я уже не верю. Больше верю в наши силы. Что значит нет места? Уволить. И все. Деньги закончились. И Клэнси тоже можно, кстати, уровень поднять. Так как деньги закончились. Как ты собираешься воевать с моей силой, если я тебя уничтожу? Просто выйдя за стены крепости. А, понятно. У тебя есть хорошая цепная молния. Но ты даже не успеешь своих восстанавливать так быстро, как я буду уничтожать твоих. И как это будет делать мой замок. Уничтожили еще одного врага. А сами открыли для себя еще одно интересное местечко. Где мы, оказывается, до этого не бывали. Ладно. Донанимаем остатки и выдадим их Клэнси. Так что пойдем навстречу к нему. 11 тысяч есть. 6 драконов. 4. Пойдем навстречу Клэнси, только другим путем. И успеем улучшить драконов походу. Первая ступень магии воды. Зачем я это взял? Ух ты, вот где мы еще не были. Так, Клэнси передвинулся. Атака или защита? Давайте возьмем атаку. Вот что у меня есть. Но нанимать я никого не буду. Так, а где же мне искать? Я знаю, где мне, конечно, искать этот самый плащ. И туда я и веду моего Клэнси. У Клэнси уже насобирал 7 драконов. У моей главной героини драконов нет. А у Клэнси их уже аж семеро. Ребята! Испепеление нежити. Ого! Красный покидает этот мир. Хорошо, с врагом справились. Что тут такое неведомое? Портальчик. Воспользуемся им. И наш Клэнси ползет. Ползет. Ага, портал приведет его сюда. Наш Клэнси сначала зайдет, увеличит свой уровень. Третья ступень болезнь. Я ему, конечно, такой фигни набрал. Такой фигни. Нам вроде бы вот сюда. А это у нас Солдринг. Нет, ни сюда, ни сюда. Сюда мы ходили. Это тоже два параллельных выхода. Вот сюда нам. Да, в Солдринг к нам. Телепортироваться. И вот куда нам идти. Не понял, а почему тут две башенки стражей? Вроде только одну палатку я видел. Или я чего-то пропускаю? Никого здесь нет. Привет тебе, славный воин. Я предупрежден о твоем прибытии. Ты желаешь пройти немедля? Да, желаю. Страж задания. Вот мы и пришли. Давайте проверим. Все ли и везде ли мы изучили. Ну, вроде наша героиня побывала везде. И мы изучили практически все. Фантом мы еще не знаем. За фантомом можно было бы и сходить. Ладно. Это мы тоже знаем. Цепь молний мы тоже изучили. А наш дружище Клэнси. Он изучил все заклинания. Дружище. Чтоб ты не был немощным и беспомощным. Давайте еще им побегаем. Так, где у нас был фантом? Вот он у нас. И это хоствинт. Так. Скажи, что ты знаешь теперь, фантом. Знает? Умница. Воскрешение тоже знает. Пятый этаж гильдии магов. На следующем ходу изучим. И туда прилетим. Это у нас лифхолл. Последняя зданица. Которая дает нам тоже удушение. Гипноз. Контролировать отряд. Хорошо. И теперь, чтобы по заданию отправиться, нужно опять вернуться в солдринг. Что же наш Клэнси так плохо учит магию? В остальных всех городах он вроде побывал. Так что бегать им. Искать славы в других местах не стоит. Ладно, идем выполнять задание. Окопалась шайка бандитов. 40 тысяч золотых нам нужно заплатить. Платим. И получаем терека. Супер. И что нам теперь нужно этим тереком сделать? Его качать что ли? Ладно, Клэнси пока продолжает бегать. Терека, наверное, нужно вернуть куда-то. Я подозреваю. Наш основной замок. И тут до меня по чуть-чуть начинает доходить, что в принципе мы могли бы даже и не выигрывать противника. Достаточно было бы пробраться и хитростью вернуть терека. Так что ли? Но ведь тереку сейчас ничто не угрожает. Так, а давайте почитаем сценарий. Если вы потеряете плащ, вы проиграли. Доставить плащ вампира в город Ливхол. Ага, плащ у нас походу у терека находится. Давай, дружочек. Я не буду бегать. Я просто возьму у тебя плащ. И телепортируюсь в Ливхол. И это наконец-то победа. Друзья, это была сложная битва. Мне было очень-очень тяжело победить на самом деле. Я много нубил. Можно было бы развиваться немножко по-другому. Но у врага было действительно очень много сил. Но таки мы выиграли. Вырвали эту победу. Смогли, насколько смогли прокачать. Клэнси. Хотя, само собой, можно было бы и сильнее его прокачать. Просто всех тварей посъедали враги. Ну а Клэнси был на подносе груза. Так сказать. Что ж, сохраняем. И встретимся с вами уже в следующей, последней части этой кампании. Где у нас будет 3 врага по следам башмаков. Ого. 4000 золота, 15 древесины или 7 кристаллов. Но это будет уже в следующей серии. Оставляйте свои комментарии. И не забывайте играть в свое удовольствие. И не забывайте играть в свое удовольствие. И не забывайте играть в свое удовольствие. Продолжение следует...